Ребята, это кайф! 60 км в час по проселку шпаришь на Каптюре, он проглатывает кочки. Просто их нам-нам-нам-нам. Возникают две проблемы. Первая проблема – это то, что эти прицепы, попадая на территорию России, они уже старые. То есть этот прицеп в районе 2000-х годов. Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале, на канале «Строю дом». С вами снова я, Иван Галкин. Сегодня у нас рассказ будет о переделанном уже прицепе «Пагиант Магнетик». Я хочу с вами сегодня поделиться своими эмоциями. Я закончил прицеп буквально вчера и сегодня провел ходовые испытания. И вот, ребята, реально я вспомнил. Я вспомнил, почему ко мне едут столько людей на переделку. Потому что ощущения от прицепа на рессорах и ощущения от прицепа на резино-жгуте, они отличаются разительно. Так вот, у нас проселочная дорога вот такая. Рано Каптюр в качестве тягача на вариаторе, кстати. Ну, прицеп легкий, поэтому я его по лайтосу, такие прицепы катаю. Тяжелые прицепы катаем на другой машине, проверяем. Проверяем тормоза обязательно после того, как переделали прицеп. Так вот, ребята, это кайф. 60 км в час по проселку шпаришь на Каптюре, он проглатывает кочки. Просто их нам-нам-нам-нам. И прицеп сзади просто не чувствуется. Он там так же едет, короче, как просто плывет вот так за машиной. Если бы я там гнал 60 км в час на резино-жгуте, там бы долбило бы. Каптюр бы там скакал, как зубодробилочка. Так вот, давайте я вам покажу, что там получилось. Вот, реально, ребята, эмоции от первого лица, от меня, как от водителя. То есть, если бы я сейчас себе купил караван, я бы вот этим первым делом бы занялся, чтобы переделать его в такую шикарную погоду, поехать куда-нибудь на дальняк, куда-нибудь на речку, на озеро или на море. Потому что прицеп именно для этого и нужен, для отдыха летом, зимой и осенью, в любое время года. Самое главное, что он у нас будет круто идти. Давайте, ребята, покажу. Так вот, он красавчик стоит. Пагиант-магнетик. Вот, смотрите, сцепки с Каптюром. Жопа чуть выше. Ну, я делал специально для клиента. У него инфиники будет тягач большой. Поэтому не так все будет смотреться. Немножко будет смотреться ровно он будет стоять. У Каптюра фаркопчик низенько стоит. И поэтому он немножко под углом. Видите как. Если бы я делал его для себя, то я бы обязательно дышал там немножко переделал. Опустил его ниже и прицеп стал ровно. Но так как у клиента машина выше, то и, соответственно, делал я его под клиенту, под заказ. Вот. Такая вот ситуация. Вот так он выглядит в сцепке. То есть, смотрится оригинально. Никаких там особых, выдающихся черт наружу нет. Я сейчас вам покажу, как он смотрится. Вот у нас рессорочка получается. Вот у нас колесико. Все как бы по стандарту. Ничего особенного. Вот. Но ощущения, ребята, это самое главное здесь. Вот как он с жопки выглядит. Амортики под таким углом стоят в этот раз. Ну, каждый прицеп по-разному получается. Потому что у кого-то там печка, у кого-то там еще какие-то моменты. Ну, вот рессоры, стабилизатор. Ничего не торчит. Все вот таким вот образом. Видите, клиренс не меньше, чем у машины. У Каптюр не самая низкая машина. Поэтому я думаю, что легкое бездорожье форсировать на нем вообще легко. Продолжение следует... Продолжение следует... Народ, всем привет. Сегодня я хочу вам рассказать об очередном прицепе, который встал на рессоры. Итак, для чего же мы переделываем наши современные прицепы, которые ездят по русским дорогам. Английские, немецкие, американские. Ну, какие вы сможете найти. Зачем же мы их переделываем? Зачем мы ставим рессоры? Так вот, ответ достаточно простой. Обрессориваем прицепы мы с той целью, чтобы была возможность получить более мягкую подвеску, более длинноходную подвеску. Напомню для тех, кто видел или не видел, что штатная подвеска прицепа, это все-таки резино-жгутовая подвеска. Что такое резино-жгут? Резино-жгут это достаточно примитивная подвеска, которая занимает мало места и относительно безопасно может передвигать автодом по дорогам общего пользования. И вообще автодома в Европе, которые вот именно там и проектировались и строились, вот это, например, англичанин Клубман, он, ну, конкретно англичанин, получается, что у него расчет был на небольшие пробеги, там, 200-300, ну, может быть, 500 километров по хорошим качественным дорогам. И на территории своего месторождения, так скажем, если можно выразиться таким образом, он, эта подвеска, родная, штатная, немецкая, алковская подвеска, она выполняет на ура, когда мы движемся по Европе. Когда мы касаемся России, во-первых, у нас возникают две проблемы. Первая проблема, это то, что эти прицепы, попадая на территорию России, они уже старые. То есть, этот прицеп в районе 2000-х годов, то есть, этому прицепу уже 20 лет. Понятно, что он уже потерял свои свойства, и резиновая жгута, резино-жгутовая подвеска тоже потеряла свои свойства и стала хуже. Ну, и вторая причина, это то, что в России нет таких качественных дорог, и расстояние между городами и между кемпингами, оно отличается в разы. То есть, на территории Российской Федерации с этим значительно все сложнее становится. Так вот, какое решение нашли караванеры современные на территории Российской Федерации, Белоруссии и Украины? Так вот, решение очень простое, ребят, это поставить нормальную подвеску от Газели, от Нивы, от Москвича, то есть, уйти на рессоры. Уйти на грузовую подвеску, которая позволит обеспечить плавность хода, увеличить ходы подвески, обеспечить безопасность движения и продлить срок службы, срок службы именно самого автодома. То есть, на штатной резино-жгутовой подвеске, ребят, если вы покупаете прицеп, вас ждет следующее. Вас ждет именно то, что при движении вы будете ориентироваться на прицеп, то есть, не на автомобиль, не на комфорт движения, а будете ориентироваться на прицеп. То есть, будете проезжать все неровности, будете проезжать все неровности, все стыки, все лежачие полицейские. Очень аккуратно Либо будете ехать нормально Но при этом ваш прицеп будет разваливаться После каждой поездки У вас начнет отходить мебель От стен Прицеп будет на наших дорогах Испытывать значительные сложности И его придется постоянно Шаманить и латать Так вот, что я вам предлагаю Это достаточно отработанный Вариант, я уже на канале Обозревал его То есть снаружи рамы устанавливается подрамник Устанавливаются газелевские рессоры Устанавливается амортизатор от Нивы Переделываются штатные барабаны И ступицы Которые есть у любого прицепа Внедряется рессора Внедряется задний кронштейн, например Серьга там И так далее Внедряется Вот там можно видеть Стабилизатор поперечной устойчивости Все это приваривается Обтачивается Собирается И получается Такой достаточно клевый вариант То есть прицеп становится выше примерно на 10 сантиметров Снаружи это выглядит все вот таким вот образом То есть видно Ну то есть вот сбоку если смотреть Если вот присесть Я сейчас сижу на корточках Видно только нижнюю часть рессоры Ну то есть рессоры целиком практически видно Если встать То рессору практически не видно становится То есть от штатного варианта Расхождения почти нет При этом мы получаем Вместо 5 сантиметров от края до края Ход подвески 14 сантиметров И получаем несравненную плавность хода То есть рессора берет на себя Распределение нагрузки на раму То есть у нас уже смотрите крепление В задней части В передней части Видите какое расстояние Это расстояние почти полтора метра То есть какое распределение нагрузки получается на раму Огромное распределение Когда штатная подвеска давила только вот четко в центре Пытаясь сломать прицеп на две части Плюс мы внедряем подрамник Что увеличивает жесткость Три поперечных бруса Сама ось очень жесткая становится Ну и при этом как бы Практически не меняются характеристики Касаемые валкости То есть в поворотах крены Остаются практически таким же Ну чуть больше Чем те которые были Вот на штатной резино-жгутовой подвеске И все И прицеп проглатывает все кочки Крупные, маленькие Ну понятно что сломать все можно Но становится значительно лучше И я например Любой свой прицеп Который у меня появляется Я его сразу ставлю на рессоры Поэтому Поэтому друзья Смотрите Чтобы открыть карты В 2021 году Если вы решите переделать свой прицеп И поставить его на рессоры То в нашей организации Это будет для вас стоить 80 тысяч рублей под ключ 80 тысяч рублей под ключ По срокам Это 5 рабочих дней Занимает Ну иногда чуть больше Все зависит конечно от конкретного прицепа Если прицеп большой Или прицеп сложный У которого А-образная рама Ее нужно там переделывать Еще как-то решать эти вопросы То сроки могут увеличиваться Поэтому если вам интересен этот вариант Имейте ввиду Что мы находимся в городе Челябинске У нас есть несколько сервисных бригад Которые этим занимаются Поэтому звоните мне Или пишите в личку Вот Я вам отвечу на все ваши вопросы Потому что опыт реально большой Прицепов Переделанных Количество Стремится уже к сотне И грубо говоря Мы не останавливаемся на этом Мы собираемся продолжать Если необходимо Например Можем в сочетании с рессорной подвеской Установить пневму То есть у нас тоже ребята этим занимаются Есть возможность по установке Солнечных панелей И другого электронного оборудования То есть в принципе Мы можем оказать широкий спектр В обслуживании и ремонте прицепов Поэтому обращайтесь Если есть возможность Приезжайте сами Нет возможности Можете отправить свой прицеп в фуре Мы ее с пандуса разгружаем Привозим в ангар Ремонтируем в ангаре его И вы например Забираете его самостоятельно Либо мы также в фуру его засовываем вам И она шторка например Везет вам его обратно И вы получаете реально Крутой прицеп на крутой подвеске Который позволит вам На российских дорогах многое То есть будете ориентироваться уже На состояние автомобиля А не на состояние прицепа Вот так что ребят Вот так Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Увидимся в следующих видео Всем пока С вами был Иван из Челябинска Субтитры сделал DimaTorzok